несколько слов о дополнительных расходов при покупке недвижимости германии как и в любой другой стране они есть можно ли оценить их объем я не буду говорить о небольших побочных расходах например затратах на до переводчика поговорим о более значимых суммах как они формируются первая обязательная статья налоги точнее если мы говорим исключительно покупки объекта налог на приобретение недвижимости его придется платить практически всегда исключение если недвижимость передается родственникам или мы имеем дело с продажей долей компании но это случай частный и подробно останавливаться на нем не стоит размер этого налога совершенно абстрактно просчитать невозможно поскольку в каждой федеральной земле он свой варьируется от трех с половиной до шести с половиной процентов в этом коридоре находится налог как видите сумма особенно если мы говорим об объекте дорогом получается весьма заметное расходы на оформление то есть на нотариат регистрацию объекта и здесь я могу назвать не точную цифру а порядок потому что сумма будет зависеть от цены объекта очень грубая оценка около полутора процентов от стоимости если недвижимость стоит меньше 1 миллиона евро и около одного процента если она дороже миллион отдельно стоит рассказать о комиссии маклер дело в том что в германии при покупке недвижимости маклеру платит обычно покупатель конечно если вы общаетесь напрямую с собственником этой статьи расходов не будет но подавляющее большинство объектов в германии ну 9 из 10 продаются все-таки через профессиональных маклеров и вот они берут за свою работу до шести процентов от стоимости недвижимости плюс ндс как понять точный процент в конкретном случае в объявлениях на немецких сайтах он обязательно будет указан но не включен в основную цену есть нормы есть законы как это делать и их стараются соблюдать разумеется предлагая немецкую недвижимость других странах далеко не все указывают и комиссию и индс но это уже идет от порядочности конкретного специалиста я сталкиваюсь с тем что российских покупателей необходимость оплачивать услуги маклера часто скажем так печалит но важно понимать что во первых макрер получает гонорал только в результате удачной сделки а во-вторых посредник получает свое вознаграждение везде и всегда во всех странах и размер комиссии гарантированно будет учтен в конечной стоимости объекта он просто зашит в цене поэтому немецкая практика кажется мне более прозрачной и честной хотя психологически она может сказаться на настроении инвестора и так от трех с половиной до шести с половиной процентов налог один полтора процента расходы на переоформление и комиссия маклера до шести процентов это основные расходы которые вы понесете еще до того как станете полноценным собственником в следующей серии проекта какие альтернативы германии есть у инвестора подписывайтесь на обновления youtube канала при андру мы ждем от вас лайки вопросы и комментарии альтернативы германии